Здравствуйте, друзья! В эфире канал Ньюрошорт и в рубрике «Два полковника и лейтенант Пиджак» с вами капитан первого ранга ВМС США Гарри Юрий Табах. Привет, Юр! Здравия желаю всем! Полковник Вооруженных Сил России Александр Глушенко. Привет, Сань! Здравствуйте, товарищи! Ну и таки старший лейтенант Пиджак, как вы сами понимаете из Израиля, Юрий Гимельфорд. Итак, мы начинаем, но главная тема это, конечно, дебаты Трампа и Байдена. Но прежде чем, Юр, вот хотелось бы понять, прежде чем я задам тебе вопрос, кто победил, у меня один интересный вопрос. Вот Байден в своей речи употреблял какие-то странные вульгарные выражения, типа «путинский щенок». Ну это к Трампу обращается. Я не совсем понял, а что это значит? Это типа «сарделька, сосиска, редиска, навуходоносор, петух, гамбургский, паспарву моргал и выколю». Это вот, что это было? Вот, смотри, это значит была победа наша. Наша это чья? Наши победили, понимаешь? Американцы? Ну не, все наши, ты тоже наш. А, то есть наши победили. Ясно. Хорошие люди победили. Я тебе так скажу, во-первых, вы журналисты идиоты, вот я не понимаю, у меня нет работы, у тебя нет работы. Возьмите нас на работу, елки-палки, я бы хотя бы переводчиком буду. Не только с английского там на русский, с русского на английский, но хотя бы культуру понимать. Во-первых, он сказал не «папий», а «папет». «Папет» — это марионетка. Это ту, куда ты в жопу зашел и... Ага, понятно. Вот, а журналюги эти дебильные, за что я в зарплату перевели, что это «папий», это «щенок». Ну, казалось бы, по-русски это бы было оскорбительно, что ты «щенок». Вот если я тебя назову «щенком», это как бы ты подумаешь оскорбительно. Но по-американски, в американской культуре «щенок» — это ласково. «Папий», «ты мой папий», «ты щеночек», «ты еще молоденький», «ты как киска». По-русски это было бы переведено «киска». И вот если бы он сказал «да, ты киска», а по-английски бы они перевели. А он «ты кошка». Это, понимаешь, это не переводится. Это надо понимать культуру. Поэтому они не только английского не знают, они еще культуру не понимают. Поэтому для американцев услышать, что... Они говорят, где Байден так не называл Трампа, где это он так называл? Он называл его «барионеткой». Ну, эти дебилы уже, значит, они это переводят так. И все основные подхватывают, они же по-английски никто не понимают. Все подходят, входят и мне расскажут. Так он же его «щенком» назвал. Я говорю, да нету такого оскорбления в Америке «щенок». Это не оскорбительно, это ласково по-английски. Вот. Но, вот, например, вот есть здесь журналисты в Украине. Вообще капец. Они меня уже сняли со всех каналов. Берут интервью и не выставляют. А выставляют только те, которые против Трампа за Байдена. Один тут великий специалист. Он такой, ну, американец номер один в Украине. Какой американец вообще? Ну, как ты израильтянник? Я не знаю. Как Юра чеченец, понимаешь? Ты же был в Израиле, ты был в Чечне, я там был в Турции. Например, так. Он в Америке там закончил курсы. И он, значит, говорит, что победа, победа, конечно же, за Байденом. Почему? Потому что сам факт, что он вышел. Вот сам факт, что он вышел, 8 шагов сам сделал, это уже победа. Это уже он разгромил Трампа. А у меня, по-моему, у меня дочка стала ходить в полтора года уже. Нет, в какой, меньше, чем год. В 8 месяцев она стала делать 8 шагов или 6 шагов. Сама. Понимаешь? Вот так вот это. Потом он говорит, смог сложить два слова вместе. И он смог сложить два слова. Вот, сделал 8 шагов и сложил два слова вместе. То есть, Юра, то есть правильно ли я понимаю, что Байдена никто не поддерживает? Он пока еще сам ходит. Сам ходит. Как Леонид Ильич Брежнев. И два слова может сложить вместе. Он сложил два слова вместе. Да. Поэтому и не забыл факты. Какие факты он, правда, не уточнил. Он, наверное, не забыл, что его зовут Джо. Это же тоже факт. Я вот помню, что меня зовут Джо. Факт. Значит, он смог сделать сам 8 шагов. Потом, правда, держался все время за это. Он смог два слова сложить вместе. Он смог не забыть факт, что его зовут Джо. И более не менее, более не менее, он говорит, он держался. И вот это великая победа. Вот этот человек должен обязательно быть президентом самой великой, могучей ядерной державы в мире. Все. Все. Великая победа. И все они хлопают, радуются. Джо Байден сам, сам, блин, прошел 8 шагов, сложил два слова. Помнил факт, что его зовут. Джо, Нобелевскую премию, я думаю, ему надо дать за это. Вопрос. Вопрос. А он вот отказался от теста на алкоголь и наркотики. Это хорошо или плохо? Он не отказался, опять же, от теста на наркотики и алкоголь. Потому что ему такого не было предложено. Ему было предложено сделать тест на лекарства. Опять же, не понятие американского языка и культуры. Когда говорят, драг-тест, это не обязательно на наркотики. Это на любое лекарство. Потому что подозрение было, что он накачан. Есть такая вещь, как репутация. Понимаешь? Есть репутация. Допустим, там Саня классный наш товарищ. Мы с ним в разведку пойдем. Но репутация у России хреновая. Ты никуда не денешься. Вот евреи тоже. Классные ребята. С ними можно делать бизнес. Но репутация хреновая. Понимаешь? Поэтому демократов тоже репутация. Не все демократы плохие. Есть. Я не знаю. Но, наверное, есть. Какие-то, чтобы более не иметь. Но репутация хреновая. В прошлые дебаты Клинтону ей дали ответы. Не ответы, а вопросы, которые будут заданы. А Трампу нет. Конечно, она знала, как это. И она была подготовлена. А в этот раз теперь все волнуются. Репутация тоже есть. И тут Байден что-то себе чешет. Наверное. Ну, что-то чешется здесь. И выскакивает какой-то кусочек провода. Что за провод? А мы о проводе еще поговорим. Мы еще поговорим. А вот я хотел. Кто разобраться в этом сможет, так это израильтяне. Это, наверное, они и приклеили его туда. Друзья, секунду. Дайте три копейки закинуть. Дело в том, что вы там в свое... Чего ты вообще вмешиваешься? Господин капитан, на что не обратиться? Валяй. Громко и коротко. Понятно. Значит, мое чисто впечатление снаружи. Вот просто я посмотрел. Я смотрел дуэль Трампа и Байдена в английском варианте. Я смотрел ее в русском переводе. Я смотрел ее с комментариями крупных там таких серьезных журналистов информационных агентств. И сколько бы я ее не смотрел, я все время ржал. Вот как... Вот просто ради смеха два старых придурка, которые в том возрасте находятся, когда Брежнев уже умер. А они все еще подавятся. Зачем это надо? Я тебе скажу, зачем это надо. Я думаю, что Байдену это надо, чтобы спасти демократов. Его выставят. Он месяц-другой может быть продержится. Потом все эти дела расползутся. Они поставят новых там министров, новых прокуроров. и сын Байдена соскочит. И там и Клинтоны соскочат, и Обама. Все. С ней как с гуся вода будет. Поэтому они Байдена. Придет Камала Харрис, а она у нас знаменитый прокурор, который недорогой, недорогой прокурор. Можно сказать, договориться можно, будь ты педофил. Она же это, католический церковь даже католическая церковь говорил, слушай, что ты делаешь? Этот священник, он педофил. Ну ничего, нормально. Все. С ней можно договориться. Она из наших кругов. Она из островов. Там все может. Работает. Работает. Экстраполируя российскую модель политических выборов, дебатов, политического соперничества, тут на Днях Песков глава пресс-службы нашего президента сказочного национального лидера, высказал, что, комментируя все, что связано с отправлением Навального, сказал, что Навальный вообще не является никаким политическим соперником Путина, и что у Путина есть реальные представители соперников из системной оппозиции, которые являются реальной оппозицией. А это просто какой-то вот, кстати, я прошу прощения, в данном случае применимый слово «щенок», он вот так вот примерно отпихнул этого Навального, это было три дня назад, когда осталась информация о посещении Ангела Меркель самого Навального. Три или четыре дня назад. Суть не в этом. И вот тут я начал экстраполировать или накладывать калечку в вашу американскую, вот эту гнусную кальку вот этих двух старых клоунов или как у нас в России говорят старых першингов, простите, да, я упомянул американскую ракету, да, эту самую фактическую. Там не Искандер сильно, блин. Першин-2. Так вот, значит, я представил себе сразу дискуссию в телевизоре между, допустим, Путиным и каким-нибудь, например, Зюгановым и каким-нибудь, например, Жириновским. У нас этого просто не бывает. Так не может случиться. Поэтому у вас нормальная, стабильная страна без вот этих клоунат всяких, без этих шоунов. Да, 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 да. Вот два старых першинга не могут нас встретить. Вы представляете, например, на одной сцене, на одной эстраде Путина и Жириновского? Вот это вот брызги слюней, там, размахивание руками. Да ты еще, ты еще в Северную Корею, когда они были... Да ты полиглот, Юр, ну... Слушай, если они сейчас, а сейчас северные корейцы слушают и понимают, что я говорю, понимаешь? А, да не то слово, но тогда... Подожди, да я закончу. Давай, давай. Дай тебе ребенку кончить, в конце концов. О чем я говорил? А Трамп, Трамп, конечно, затрампил их, понимаешь? Потому что там явно было, этот Крис Уоллес, он, сука, он всегда на стороне демократов. И он, конечно, поделит, потому что он видит, что сейчас Байден долбанется, что он уже начинает путаться в цифрах. И он, конечно, и он затыкает Трампа. А Трамп, знаешь, это настоящий, что значит лидер? Лидер, это когда ты не даешь себя перебить, тогда ты не даешь ему затыкаешь рот. Это и есть лидерство. Он видит, что эти два, а он против всех. Но он уже привык на все эти вопросы. Он привык, что он против всех. Всех журналистов, всех этих политологов, всех этих профессоров. И он вышел на сцену и по-пацански начал их мочить. Ему похер, что они говорят вообще. Он гонит свое, и все. Но это и есть, я считаю, что это и есть настоящий лидер. Вы меня не перебьете, вы мне все равно рот не заткнете. И что вы там не делали, я не вижу вас вообще в упор. Вы уроды все. Поэтому мне, знаешь, многие тут критикуют, конечно, но это не по-президентски, это не то ничего. А кто тебе сказал, что он вообще так себя ведет? Он никогда себя так не ведет. Просто так он в твиттерах это пишет, а так он вышел на сцену и пошел бы это рубить направо и налево. Молодец, я знаю. А у нас было бы немножко по-другому. Согласись, что, например, темперамент Путина, сказочного национального лидера нашего, и темперамент Путина, немножко различна. Путин более сдержанный, такой спокойный, ну, чекист есть чекист, с холодной головой человек, как правило. И даже говоришь... Как гемельфарм, голос не повышает. Так вот, было бы примерно так. Значит, Жириновский, ну, и тот же Жюганов, тоже человек достаточно эмоциональный, рвал бы на себе рубаху, там пуговицы отрывал бы там, матерился там, неважно, что делал, отрывал бы щенком, там еще какие-то. А его партнер по диалогу спокойно бы стоял, так это, значит, спокойно говорил, да, нет, да, нет, да, нет. И потом, представляешь, из этого пресс-центра выходит Жюганов или, например, Жириновский, и тут же стоит отряд ОМОНа с автозаком. И тихонечко его туда, раз, а вы не так поступили, не надо было так поступать, вы слишком громко критиковали, потому что у нас есть такое понятие, как оскорбление власти, есть такая статья. И ведь на самом деле, и ничего бы плохого, народ бы даже ничего плохого в этом не увидел. Можно в этот автозак посадить Навального, можно в этот автозак посадить Шандеровича, можно в этот автозак посадить и Жюганова, и Жириновского. Если будешь громко критиковать. В чем суть нашей российской системной оппозиции? А мне нравится. Да стабильная. Почему Байден еще не в автозак? Он критиковал действующую власть. Как он мог? Потому что в суде не примут, потому что в суде его объявят умственно невменяемым, что, мол, он не понимал, что он говорит. Поэтому за это его наказывать нельзя, его погладить по головке надо и отпустить. Ну, послушай, конечно, эти дебаты, они ничего не решили. И я думаю, что следующие тоже ничего не решат, если просто так, если то Байден просто не упадет, нахуй, или начнет реально заговариваться, если его не напичкают чем-то, или двойника не поставят. Дело в том, что трамписты, те, кто из-за Трампа, Трамп им еще больше понравился. Вот молодец. Вот, знаешь, такой агитцин-паровоз прет вперед, и все, ему все пофигу. А Байдену, те, которые из-за Байдена были, они тоже, о, вот Трамп, он злоб. А Байден, смотри, Байден, 8 шагов сделал сам. Вообще, он еще два слова сложить смог. Мы даже не ожидали такого фурора от него, понимаешь? Он же молодчина. Он вообще более-не менее что-то мог сказать. Что-то внятное, что-то невнятное, но что-то он там, он вообще простоял почти что полтора часа. Ну, это же геройство. Да, я очень верю. Да, ему надо за боевые заслуги, знаешь, надо медаль сразу влепить. Поэтому это все. Я не думаю, что те люди, которые были за Байдена, после этих дебат перекинулись к Трампу, или те, которые за Трампа, после этих дебат перекинулись за Байдена. Я думаю, что все поэтому эти дебаты, они ничего, потому что все равно американцы не идиот, они sempre говорят, смотрите, что сделано, а не что они говорят. Потому что вам эти политики, они обещают, обещают, а вам все мало и мало. Поэтому смотрите, что сделано, а не то, что они говорят, и то, что они обещают. А Байден вообще, он все время говорит, Я изменил Обама, Трамп уже изменил. Я дам летальное оружие Украине. Так уже дали летальное. Он все время говорит то, что... Я аналогии с Китаем, Трамп уже это сделал. Он все время говорит то, что он сделает то, что Трамп уже сделал. Трамп говорит, подожди, я уже это сделал. Я уберу тот закон Трамп, я уже убрал это все. Но у меня начинает складываться впечатление, что если все-таки Байден станет президентом, то в Америке таки будет полный Уе Байден. И США должны будут переименовать в Соединенную... И все вы будете за Е Байдена. Да. И США переименуют... США должны будут переименовать в Соединенно-Условно-Коммунистическая Америка. Сокращенно, сука. Почему условно? Что, неусловно? Чтобы была красивая аббревиатура. Да. Потому что и президентом же станет Камала Харрис. Поэтому да, подходит. Да. А вот, Юр, вот в отношении того, почему у Байдена возник тут проводочек, я тебе скажу, а это ваша злогацкий госдеп все делает. И ЦРУ. Да. Госдеп. Госдеп. А я тебе объясню, почему. Дело в том, что есть такой в России директор департамента Минпромторга, зовут его Василий Шпак, он нам все объяснил. Он рассказал, что были найдены утюги иностранного производства, и в этих утюгах были микрофоны, способные вести прослушку. Вот теперь это все объясняет. Вот ты скажи. Кстати, ну ладно, вы со своим там этим Байденом, Уи Байденом, вы ему прослушку поставили. Кстати, с этим надо еще разобраться. А ты вот скажи такую вещь. Зачем вы, американцы, поставляете на российский рынок утюги с прослушкой? Осторожно, кухо, кухо, кухо. Ухи, ухи и не ашфаль. Ухи и не ашфаль. Вот он. У меня был учитель, он всегда кричал, ухи мыли? Вы ухи мыли сегодня? Подожди, я микрофон еще. Алло, куда говорить-то? Нет, в заднюю часть, в заднюю часть надо говорить. А, в заднюю часть. О, да. Да, ну понятно. Такими темпами, Юра, такими темпами, вы унитазы с прослушкой будете поставлять на российский рынок? Да, а при чем тут утюги, если он министр там или кто, Минторга? Минторга это те, которые минами торгуют? Нет, это, а я не знаю. Объясняющий класс. У нас в стране, в отличие от приличных стран, у нас есть куча министерств. Вот у вас такой кучи министерств нет. У вас даже нету, так называемого МВД. У вас есть министерства? У нас нету, да, но у нас МВД, у нас не централизованные полиции. Да, да, да. И пожарники у нас тоже централизованные. У нас, у нас знаешь, чего нет? У нас знаешь, чего нет? У нас вот самое хреновое, что у нас нет министерства культуры. Да как вы еще жили-то? Вот без культуре. Вот без культурное. Представление подсквещения о том, что у вас каждый университет, собака такая, сам придумывает себе учебную программу. Не только у нас, а каждая школа. И каждая школа. Да, да, да. Но после каждой школы можно поступить в каждый университет. Вот в чем вопрос? Люди знают все. и все понимают. Тут вопрос немножко друг будет. У нас от советских времен осталась система министерств. Например, Министерство промышленности и торговли. Занимается чем? Лицензированием или выдачей разрешений на поставку продукции из других государств. И вот этот самый... А как туда на работу устроиться? Вот места хлебные, блин. А вот это попросить у Василия Шпака, который является директором департамента или начальником департамента... Он директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга. А утюги тут при чем? Утюги как? Как он к утюгам относится? Ну как же? Электронный мультюг. Ты молишь микрофон. А-а-а. Потому что там микрофон. И ему каждый день на стол приносят какой-то экземпляр электронной продукции. Например, сегодня из Японии начали поставлять, ну скажем, грубо я так по-советски, магнитофоны. Ну там Филипс, например. Соня. Вот он посидел, на кнопке понажимал, значит, кассета крутится. Это вот в том советском понимании пишут бумагу разрешить за вопрессу. Вот врешь, вот врешь, вот сидишь и врешь прям нам в глаза. Не мог он такого сделать. Почему? Потому что нет, потому что ему с этим микрофоном, то есть, ну с этим, этим, как его, Соня, да, с этим проигрывателем должны были принести. Он сказал, да, ну вот эта кнопка не так, здесь не очень, это не очень, потом они ему заносят бабосы. И вот да, он пишет, разрешить. А, логично. Ты упускаешь главную-главную цель министерства любого. Как ты мог? Сейчас они тебя просто так возьмут и разрешат. Как ты мог такое о российском и советском и советском чиновнике подумать? Я помню, я был на таможне, мне на таможне один, значит, я когда Волгу, Волгу из Украины в Россию затаскивал, так они арестовали ее, нельзя там, бумага не та, это не то, здесь не то, вы не можете ее провести, я весь день провести, поехал в посольство обратно, в Москву, получаю, значит, что это дипломатическая машина, еду обратно, захожу, по таможенному нам их полковник сидит, три звезды, две полоски, он, 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 подполковнику дает, тот выбегает, ловит майора, как в кино, и он говорит, что, быстро оформить отсюда, чтобы глухого здесь нет, бежит, значит, меня до лейтенанта до какого-то, спустили, этот лейтенант сидит, а я говорю, а я по-русски писать не умею, я не знаю, как это запомнить, и он говорит, давай заполняем, и этот лейтенант заполняет много, и каждые 10 минут забегает какой-то капитан, говорит, не, 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 я это подписывать не буду, не, и он говорит, ну иди к Петровичу, иди к Петровичу, и потом прибегает, сволочь, сволочь, я не подписываю, а я стою, а там это часами занимает, я говорю, ну послушайте, ребята, вы все равно к 16.00 до смены вы должны будете меня сдать, ну я буду сидеть ждать, я говорю, ну сиденье, вы знаете, написали у меня в комнате, там такой большой плакат, честь и совесть российского таможенника, и написано, значит, правила российского таможенника, не брать взяток там, не, ничего, быть честным, быть, это, значит, служить родине, я читаю, а этот лейтенант пишет, каждый 10 минут, не, ты чего, может, я подписывать буду, он говорит, ну, Петрович, а я читаю, российский, потом, он так карандаш ломает, говорит, перестаньте это читать, я говорю, а что мне еще здесь читать, тут больше ничего нет, а я перечитываю, я говорю, ну что, хороший закон-то, я говорю, лейтенант, молодец, ты же живешь по этим правилам, и ваши вот, молодцы, мне нравится это все, потом, в конце концов, они меня выкинули оттуда, и я уже еду, и на шлагбауме стоит прапорщик какой-то, я говорю, не, а я шлагбаум не открою, я говорю, как это вы не откройте, я вижу меня, я дипломат, меня что, задержали, что ли, он говорит, не, не, я не открою шлагбаум, где мои там 10 долларов, что это шлагбаум будет, так ли, открывать, тут бежит вся эта сфора с этим полковником, и этот полковник говорит, открывай, сука, и я такой, а он такой, ну и все, это вы возьмете, вот так уедете, да, вот возьмете, вот так просто, мы весь день работали здесь с вами, а я говорю, а я вот так вот возьму и уеду, я говорю, так вот уеду, и все, а ты в министерство, ты по министерствам, видать, не ходил, он, ну нет, я-то, конечно, не ходил, зачем, я там, другими делами занимался в течении службы, но дело в том, что вот этому Василию Шпаку принесли утюг, на котором он разглядел микрофон, хотя это, скорее всего, был не микрофон, я вот сейчас глядел, глядел, это такая штука, которая выделяет пар, когда отпариваешь, да, он покупает утюги, парит, так вот, на кнопочку нажимаешь, вот здесь вот, вот на утюге, от нее пара идет, он это перепутал с микрофоном, я почему-то объявил, что продукция ЦРУ, так называемая, единственное, чего я могу понять, каково ее целевое назначение, если я захожу в магазин, ну обычный магазин, ну электроник, да, стоит 10 вариантов по утюгу, я взял утюг с микрофоном, каким образом они определили, что я, ну во-первых, бывший военный, во-вторых, то, что я профессиональный, ну скажем, журналист, публицист, и то, что я, например, оппозиционный политик, вот какой, а вдруг этот микрофон страшный, царушный, попадет обычной, обычной, к обычной домохозяйке? Никаких гарантий нет. Что, считаешь, что министерство зря работает, что ли, не понимаю? Ну, выходит так. Слушайте, а сколько лет этому министру? Да он молодой человек. Молодой. Молодой. Слушайте, когда мне начинают говорить, вам жучки тут поставили, я говорю, ребята, вы в каком веке живете? Телефон, который у вас, его можно прослушать, и все, что вы говорите, когда вы путаете, когда вы ходите в туалет, все, когда вы там с любовницей занимаетесь, все можно прослушать сегодня, даже когда он у вас выключен, а на айфоне вообще невозможно его выключить, у него батарейка не вытаскивается, поэтому, если вы думаете, что вы его отключили, вы его тоже не отключили, у вас все время в одном месте находится жучок, который может записать все, что угодно, что вы еще ищете, дорогие вещи, вот, это, пожалуйста, нет, что тут жучки, тихо здесь не разговаривай, все, выкиньте телефоны, если вы считаете, что столько народа вышло из наших кровей, такая паранойя, они думают, что их всех слушают, и всех, чего тебя слушать, что ты говоришь, вот нас, что слушать, мы уже все сказали, а те, которые сидят, прослушивают нас, они уже бухают от этого, от всего, слушают все это в поргу постоянно, ты прикидываешь, на прошлой передаче, вот у меня на той неделе была программа беседы за жизнь, и буквально субботняя программа, но я там целый час разговариваю, и мне перед ней приходит куча вопросов, 20, 40, 60 вопросов, ответь на все, я их блокирую там по разделам, и тут прилетает вопрос, слышь, братан, хочешь, я тебе сейчас скажу, кто мне прислал заказ на взлом твоего почтового ящика, я говорю, а кому нахрен нужен твой почтовый ящик, если я все говорю, выкиньте, я просто все говорю. Ну, это да. все равно, а вдруг ты там еще что-то говоришь? Нет, но есть, есть, ребята, есть в России... Подожди, 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 Сань, а телефон вот с прямым номером у тебя еще есть, что тебе в любое время дня и ночи можно позвонить и задать вопрос? Или ты уже его выкинул? Есть еще? Ты мне что-то бесплатный, что ли? Да. Он был, понимаешь, он, у нас в России принято так, что на бесплатный номер 8800 договор заключается только с юридическим лицом. Ну, то есть, ты должен быть хозяином какой-нибудь... Да нет, я просто интересовался, ты еще отвечаешь, но тебе еще звонят с утра до вечера все эти... Мне сейчас чаще звонят на WhatsApp. Ну, все равно, тебе еще звонят все эти... Так, постоянно звонят, вопросы задают... Звонят, звонят, я неправильно говорю. И в этом... Я имел в виду то, что бесплатный номер мне отказали потому, что ряду юридических лиц, ряду фирм, с которыми я просил заключить... Я говорю, я плачу. Вот, пожалуйста, содержите этот номер вот за мой счет, но только заключите договор с этим оператором связи, чтобы был бесплатный номер 8800. Им звонят из комитетных органов и дают рекомендацию. Пожалуйста, не предоставляйте бесплатный номер человеку с фамилией Глуш. Нормально. А что, они хотели сами оплатить? Наверное, допустим, ну, да, скорее всего, Бастрыкин, может быть, может быть, тот же Колокольцев. Ты не прав, Саня, ты не прав. Вот, и вот как раз в заключении у меня вопрос. Оказывается, в России есть какая-то жутко тайная организация, и в нее входит, ее членом является профессор Валерий Дмитриевич Соловей. А ты уверен, что он член, является членом? Он так сказал. Гордон. Шоншлет. Ну. Значит, место мозга еще свободно, потому что я тогда пойду мозгом. Можно, можно, а, когда диким вставочку из поручика Ржевского. Когда Наташа Ростова поручика Ржевского спрашивает, поручик, что в юности вы хотели стать не офицером, а членом суда. он говорит, вы знаете, юность, время такое ветрено, то членом туда, то членом сюда. Ну, это так, а вот, вот, Подожди, подожди, да я, Робинович, вы член партии? Он говорит, нет, я ее мозг. Это да, но, вот ты говоришь, еще членом ты решил стать членом. Членом, вот ты говоришь, давайте я стану мозгом. Мужики, а у меня к вам идея за коммерцию. А давайте мы создадим тайное общество. Мы, так сказать, будем заговаривать всем зубы. Но я и говорю, что почему Соловья его смотрит, меня завидно, его миллионы людей смотрят, потому что у него всегда, во-первых, у него есть источники, все время источники у него есть. В Белом Доме у него источники, в Кремле у него источники, каждый раз источники, я вот думаю, блин. И в Веном Магазине у него источники. В Массаде у него, в ЦРУ у него источники. А у нас вообще ни одного источника с вами нет, и никакой сенсации мы придумать не можем. Нам надо правильно, Ягим Мельфарб, я считаю, что ты у нас будешь предводителем тайного общества. Тайный союз меча и орала. Название хорошее. А мы члены этого общества. что-то... Ну почему? У нас будет три мозга, три мозга этого общества. Три мозги. Три мозги. Тайное общество Три мозги. Хорошая. О, замечательно. Нет, я могу предложить другое название, например, топило. Как-то вот по-русски чисто. Тайное общество полковников и лейтенантов. О, топило. Точно, топило. Точно. И мы сделаем, чтобы побить соловья, мы скажем, что у нас супертайное общество. Два же супертайное общества. Самое главное, мы сейчас себе разработаем жуткое штатное расписание и будем ржать и будем каждый день представляться в эфире именно так. Вот смотри, например, мы сейчас берем так, кто у нас там мировой жандарм. Соединенные Штаты, да? Понял. Кого, так, давайте, значит, председателем или там генеральным директором или как мы его назовем, ну, чтобы погромче было. Президентом. Генеральным президентом. Генсекретарем. А, вот, генеральный секретарь топило. Топило. Дважды секретного, суперсекретного тайного общества, которое еще тайнее, чем общество у соловья. Ну, это же лучше быть. Ну, конечно. Например, берем Генель Фарма, вице-супер-президент, вице-супер, слово супер тоже нужно. Супер обязательно. Обязательно. Вице-супер-президент тайного общества топило, значит, уполномоченный по проблемам Ближнего Востока. Представляешь? Он там где-то болтается. Уполномоченный по Ближнему Востоку. Как у Остапа Бендера был уполномоченный по рогам и уполномоченный по копыту. Шур по рогаму что ли? Ну, один парагам, но копыт. Блин, мы соловья сейчас раздавим, нас будут слушать, а не он. А мне придумать скромную должность такую, допустим, ответственные за то, что Волга впадает в Каспийское море. Нет, ты должен какой-то быть что-нибудь с космосом, что-нибудь с Рогозином. Ты лысый, понимаешь, у тебя передатчик какой-то, на который ты принимаешь лучи и знаешь, знаешь, читаешь то, что сильно засекреченное. Да нет, дело в том, что я по жизни никогда не употреблял наркотик. У меня не получится. Придется теперь. Все употребляют, чтобы быть в тайном обществе, в супертайном дважды обществе, а он, видите, не хочет. Я даже анашу ни разу в жизни не пыльнул. Ну, не знаю. Я тоже. Да я тоже не пробовал. У меня всегда, когда я всегда, когда я у меня я просто никогда не доходил до наркотиков, я не успевал, потому что я набухивал с алкоголя до этого. И уже откладывал наркоту, но потом как-то. Потому что уже невозможно. Я, да, нет, я вот Соловей, конечно, осоловел чуток. Он такое иногда несет, что я думаю, сколько же у него источника везде. Причем никто эти источники не ищет. Знаешь, уже бы контрразведка включилась на второй или на третий раз и сказала, подожди, а они, видимо, слушают, а потом говорят, да, источник. Пол Кремля и пол Белого дома нашего, российского, пересажали бы уже за разглашение государственной дне. Железно. Я бы это знал. Ну, по крайней мере, ну, у нас бы хотя бы в прессе шло там задержан чиновник такой-то за разглашение. Вот его скрутили, засунули в автозак. Значит, арестован министр такой-то, а никого не арестовывают и не сажают. Он говорит, у меня тут один человек написал, он говорит, я все время слушал Соловья, вот все время, и мне очень, говорит, нравилось. Классно, вот заслушаешься, как он рассказывает, и ты думаешь, вааа, нифига себе, что происходит в мире, а я тут картошку собираю, блин, это, шнурки завязываю, херней какой-то занимаюсь, а тут такое. А потом он говорит, я случайно включил передачу, где психиатр разговаривает с полным шизофреником, и шизофреник рассказывает, как инопланетяне, и он так, он так во все это верит, в эти лучи, в эти люди, я спутник инопланетяне, и все это, что я заслушался, а потом я думаю, слушай, точно Соловей, вот как Соловей рассказывает то, что там, просто тот, он говорит с психиатром, и, ну, если ты не знал бы, что он шизофреник, то тебе показалось бы, вот это писатель, вот это фантазия, ты знаешь, а он верит в это, во все это, да нет, вы не понимаете, что это так и есть, я живу, ну, наверное, это не первый раз такое в мире, знаешь, Жанна Дарк была такая, там, это многие такие были, которые, которые видели, разговаривали, что-то делали такое. очень интересная особенность, дело в том, что я вот несколько, ну, не несколько, до хрена лет, лет шесть или семь проработал официально зарегистрированным средствами массовой информации, и, ну, просто вот среди журналистов, я был генеральный продюсер вот этого информационного канала, да, там было и телевидение, и газета, и электронный сайт, ну, скажем так, регионального масштаба, и ты представляешь, какая, не то, что паника, а истерика наступала среди журналистов, журношлюшек, когда появлялся какой-нибудь информационный пол, который нужно было срочно распространять, который нужно было срочно приподнять, который нужно было срочно приподнести, чтобы увеличить количество просмотров, увеличить количество лайков, дизлайков, там, еще чего-то, просто устроить скандал, или как они это называют, простите меня, зрители, они это называют медиасрач, вот, ну, Быстрее, быстрее все это пошло. Так вот, почему раскручивают Соловьев? Его раскручивают сейчас на Эхимасе, на Комсомольской правде, на Серебряном дожде, на других электронных каналах, газет начинают раскручивать. Он сам себе привлекает тюремную перспективу. Он сам говорит, что должны были отравить не Навального, а его. Он заявил это. То есть, это было сквозное расстройство. Ну, не а. Слушай, я сейчас был на 1 плюс 1 канале здесь, в Украине. Это такой канал большой. Наверное, канал, который больше всего смотрит в Украине. И там ведущая мне говорит, что Соловей такой, есть журналист российский, говорит, что он имеет тоже источники, и он связан в этом секретном, суперсекретном обществе, которое управляет всем миром и все. Я думаю, ну, эти суки объявят его евреям. Я сижу, что она сейчас скажет. Он же еврей, да? Слава богу, нет. И у Соловей нет. Слава богу. Один миновал нас, по-моему. Проскочил мимо. Мы его не успели поймать. Нет, 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 Юр. Это ему не повезло. Да, да, нет. Он в другом обществе, ты понимаешь. Он не с евреями связался, оказывается. Она рассказывает, что пишут, что он, значит, предсказывает. Почему он предсказывает? Потому что у него есть связь с шаманами, какими-то малайзийскими шаманами. А в Малайзии есть шаманы? Я не помню. Откуда-то такие шаманы, кто я не слышал. Я не знаю. Я вообще не знаю, что такое шаманы. Я понимаю, что это какой-то с губином ходит мужик там и видит тоже что-то такое. И она говорит, и вот шаманы ему предсказывают, что в Украине следующий президент будет Медведчук, а в России будет он президентом. Это он говорит, что вот эти шаманы, и многие политики ездят к этим шаманам что-то за 20 долларов, они им тоже что-то там... Я не знаю. Ну, я не знаю. Ну, скидка, наверное, у них. Они же массово ездят, знаешь, оптово. И вся Дума, вся Рада, весь парламент, весь Конгресс. Это же сумасшедшие люди. Это же ненормальные. И они все ездят. И я говорю, я первый раз это слышу, но я боюсь, что, конечно, и соловей такими может в бубен получить в шаманский, понимаешь? Если он будет оговорить, что он следующий президент России. Это тут не шутки уже. Да. А от чего мелочиться-то? Президент мира. Поэтому мы и создали. Поэтому мы и создали топило. То есть мы сейчас, у нас еще похлеще будет. У кого бубен есть в следующий раз? Юр, начиная со следующей передачи, ты наши всякие воинские и прочие звания и награды можешь представлять? Голосом. А вот где ты внизу пускаешь в бегущую строку, так и пиши. Генеральный секретарь. Топило. Давайте проще скажем. Мы с вами втроем мировое правительство. Мировое правительство. Топило. О! 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 Да, о-о-о! Вселенная правительства. Да. Генеральный секретарь, ты по вопросам Ближнего Востока, а я ответственный за то, что Волга впадает в Каспийское море. Потому что я сижу ровно в 100 метрах от Волга. А я хочу в это быть. А можно я буду за финансы отвечать? А это ты... Ты главный. Ты главный. А я главный? Да. А я главный. Ты вспоминай, если видел, прекрасный российский... А я бы лучше замок был. Давай Гимильфарова назначим главного. Он больше похож на главного. Да. Да я не наркоман. Я не могу найти этого. Мне надо найти этого мужика. Он как-то ко мне подошел в ресторане и удостоверение дал. и говорит, надо поговорить с вами. Вот его бы за ответственного за завоевание вселенной. За захват вселенной назначить. Потому что он мне дал... Я говорю, я вас не знаю, что вы говорите. Он мне дает удостоверение. Такое, ну, настоящее удостоверение. Такое, красное, книжечка. Ну, как настоящее. все, я только... Он открывает, мне показывает. Я читаю, что было написано «Трижды герой вселенной, командир роты тяжелых пулеметов». Ну, настоящий... Слушай, нам как раз... Ты сказал, что я, я не подготовлен вести беседу с ним. Значит, меня никто не предупредил и ушел. Вот где его сейчас найти? Потому что мы могли его назначить ответственным за захват вселенной. Нашим с вами, нашим с вами уже образующимся вооруженным силам нашей тайной организации, нашему, скажем так, военному крылу или военной организации как раз не попадает рот тяжелых пулеметов. Она нам очень нужна. Нам еще нужен... Мотокавалерия нужна. Еще нам нужна... Еще нам нужен какой-нибудь шпион-предатель, который в Соловью бы сливал всю нашу информацию. Информацию секретную. Значит, Гимельфарк, насчет... Или вербовать Соловьяна. Да, вербовать, вербовать. Вербовать. Нет, насчет кавалерии ты не прав. Значит, бригада будет называться конно-водолазка. Вот так. А, тоже хорошо. Понятно. Ну, то есть, подведем итог нашей продуктивной беседы. Дорогие друзья, вы сейчас были свидетелями того, что вам показали мировое правительство, топило. Вот. И его мозги. Это капитан первого ранга ВМС США Гарри Юрий Табах. Мозга. Полковник Вооруженных Сил России Александр Глушенко. Вольно. Записывайтесь там. И старший лейтенант Пиджак или по-зулузски, чтобы красиво было, Исихулу, Исихерзулу Юрий Гимельфарк. Я же, как всегда, напоминаю, выводы делать только вам. До встречи, друзья, через неделю. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова